Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня у нас видеообзор на такие вот картофельные чипсы со вкусом сметаны и лука. 80 грамм. Бренд у нас АРО. Покупала его в обыкновенном магазине, но позже узнала, что оказывается это чипсы. Продаются такие в метро. И, видимо, это как раз его бренд. Не знаю, каким образом они оказались в обычном магазине. Но для меня это останется загадкой. Причем, кстати, в магазине был большой супермаркет. Ну, как гипермаркет даже. То есть необычная какая-то там забегаловка, как бывает иногда. Так, давайте посмотрим состав. Здесь видно, что состав довольно огромный. Кому интересно, нажмите стоп и прочитайте. Так, переход здесь вот на другом языке. Здесь у нас все жиры, наверное. Все такое. Ладно, не буду вас томить. Мне само очень интересно, что же там такое. Покупала, кстати, в районе 50 рублей где-то. Так, тарелочка нам понадобится. В самом метро, наверное, конечно, она стоит подешевле. Так, давайте открываем с вами и попробуем. Здесь, кстати, они выглядят такие, прям, похожи на сами чипс. Такие красивые. То есть как будто бы прям ненамешанные. Как будто такие прям красивые. Смотрим. О! О! Какие симпатичные. Еще и просыпались. Еще и не поместились они у меня. Ладно. Да, кстати, они выглядят довольно аппетитно. Даже поджаристые есть чипсы. Как, в принципе, я люблю. Даже по ощущениям кажется, как будто это не чипсы. А как будто, знаете, я картошку пожарила и немножко пережарила ее. Мне вот такое вот создаётся впечатление. Довольно красиво выглядят. Они очень, кстати, похожи на чипсы из светофора. Там тоже как раз практически так же они выглядят. Тоненькие, такие симпатичные. Но там более беленькие. А здесь вот как-то немножко поджаристые. Я думаю, это не всем, кстати, понравится. И некоторые эти поджаристые чипсы, скорее всего, выкинули бы. Так. Что я там хотела? Давайте будем их пробовать. А, как выглядят. Да, выглядят, кстати, они похожи. Но тут выглядят, честно говоря, здесь выглядят они гораздо лучше и вкуснее, чем здесь. Вот на упаковке. Здесь даже видна какая-то зеленушка, вот посыпанная на чипсинке. То есть, что-то такое прям вот видно. То здесь вот не видно. Это первый раз такое, когда... Сколько вот я сделала обзоров, обычно здесь выглядит хуже, а на упаковке лучше. Здесь наоборот. На упаковке как-то так средненько. А здесь реально мне нравится. Мне очень нравится. Вот. Если еще попаду в тот магазин, я обязательно куплю себе чипсы еще побольше. Таких. Ну, не знаю, правда, сейчас понравятся они мне на вкус или нет. Вот. Потому что, может быть, на вкус, кстати, они и другие. А здесь они похожи и на чипсы, и как будто на смесь. Может быть, кстати, даже разводили какую-нибудь смесь. Может, это такое, не знаю. Сейчас натуральных чипсов-то толком и не найти. Хотя, вот обычно я сравниваю. Если вот тут есть по краям темненькая, как будто картофель нечищенный, то вполне возможно, что это настоящие картофельные чипсы. Они сделаны из смеси картофеля. Вот здесь, например, вот тоже видно темненькая. Но мне писали в комментариях, что это просто поджаристая. Скорее всего, это просто смесь. Потому что я делала обзоры уже и у других тоже брендов. Разные обзорчики. Вот. Давайте... Не буду вас томить. Давайте попробуем. А то мне уже самой прям интересно, что же это там внутри. Что же это за чипсы? Вкусные они или нет? Давайте пробуем. Чипсы такие хорошие. Вкусные. Когда чипсинку кладешь в рот, действительно ощущается вкус сметаны и лука. Но далее, когда жуешь, этот вкус куда-то исчезает. И чувствуешь просто соленые чипсы со сладким вкусом. Кстати, да, вот сладкий вкус у него присутствует какой-то. Видать, много чего намешали. Поджаристая чипсинка. Она как-то более горьковатая. Как пережаренная, что ли. Как горелое такое вот ощущение. Но, кстати, тоже смотрится довольно интересно, довольно необычно. Они хрустящие, жуются хорошо. Налипают на зубах. Это, по-моему, не знаю у всех, наверное. Ну, в принципе, вкусно. Но какой-то сладкий вкус присутствует. Ощущение, как будто они даже не со вкусом сметаны и лука, а как будто с какой-то паприкой сладкой. С каким-то перцем сладким. Не острым, а именно сладким. Потому что дальше вот жуешь, уже не ощущаешь ни сметаны, ни лука. Уже просто чисто чипсинка. Ну, в принципе, вкусная. Но второй раз бы, наверное, я не купила. Потому что еще она немножко как будто соли или какой-то специи. Ее много ощущается. Мне как-то больше нравится, когда вкус именно чипсов, именно картошки. И соли. А ничего-то там еще вдобавок. Там с кучей-кучей-кучей химии. Ну, в принципе, вкусно так вот купить, допустим. Идя по улице, там хочется кушать, а еще там до дома вам далеко. То можно так вот пожевать. Где-то так вот чисто перекусить. Вот. Такие. Ну, в принципе, они такие прикольненькие. Давайте еще одну попробуем. Да, такие, кажется, как будто сладкие чипсы. И ощущается немножко вкус грибов. Кстати, у некоторых вот чипсов я замечаю, что он действительно есть. Видимо, там какой-то ароматизатор может добавляют с таким вкусом. Или что-то такое. Не знаю даже. Или просто картошка похожа на грибы. Или растет там среди грибов. Не знаю, короче. Ну, по вкусу вот жуешь, кажется, действительно сладкие. И просто сладкие чипсы. И, честно говоря, это что-то необычное. Такое нестандартное. Обычно они там соленые, пересоленые бывают. Невкусные бывают. Там разные. А тут сладкие. Что-то прям такое странное. И выглядят. Выглядят они классно. Но, наверное, второй раз бы я, наверное, не купила. Не знаю даже. Еще, может, доем их. Может быть, я еще раз пробую. Может быть, и куплю. Ну, так вот чисто побаловаться. Да, они подойдут. На сегодня это все. Смотрите наши другие ролики. Также обзоры на другие чипсы. На разные продукты. Шоколадки всякие. Консервы. Всего там интересного очень-очень много. Обязательно посмотрите. Шоколадки. Также обзоры на технику. На видеокамеру. Кольцевую лампу недавно был. Также на моем канале выходят каждодневные влоги. Как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Моему сыночку 3 годика. Также на моем канале есть кулинария, живопись, фоны и много-много-много всего интересного и другого. Мой канал в одном месте все сразу. Не нужно искать. Сразу найдете все, что вас интересует в одном месте. Ролики я делаю для вас. Открываю чипсы. Мы смотрим, пробуем все для вас. Чтобы вы прежде чем что-то покупать, подумали, а стоит ли тратить деньги, если вдруг там окажется внутри какой-нибудь неаппетитный продукт. Потому что такое действительно бывает. Я сделала очень-очень много уже обзоров и планирую дальше делать. Поэтому обязательно подписывайтесь. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мой ролик, который уже выйдет завтра. У меня ролики выходят каждый день. Также ставьте лайки. Обязательно лайки. Мне будут они очень-очень приятны. И пишите комментарии, пробовали ли вы эти чипсы и как они вам понравились или нет. Обязательно напишите комментарии. Именно на канале YouTube. Потому что там будут смотреть другие люди. И ваш отзыв, комментарий будет для них очень-очень важен. Помимо моего, конечно. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Artmania. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok